4 минуты работает выпил с нашим вот с нашей вольтой болтай давайте замерим а 2 и 8 а 1 сток немножко у нас почему-то сдохся вот так вот батарея легко дошла до 16 4 есть теперь у нас небольшое снижение до 16 3 вольт но это нормально давайте посмотрим что у нас плотностью плотность у нас уже 125 125 отлично бежим следующий батарейки так здесь у нас немножко батарейка берет похуже делаем подпор уже три четыре три с половиной и до 16 вольт она не хочет разгоняться давайте под конец рабочего дня разгоним ее хотя бы до 16 вот и через в конце рабочего дня отключим я ставлю до утра через сколько чисто столько через полчаса так что у нас здесь плотностью так плотность 124 124 в этой баночке похуже так но эта баночка у нас была обсохшая по-моему да так 123 также попробуем ее чуть-чуть разогнать и на сегодня работу с ними мы прекратим время восьмой час а николаевич как равна галера блять еще и башен так ну давайте проверим что у нас образовалась путностью так 126 126 31 ампер 16 2 вольта батареечка держит отключаем и на буфер ставить мы ее не будем посмотрим завтра по на раце завтра сделаем с утра замер и посмотрим по на раце как она себя будет чувствовать так дальше дальше еще один пациент здесь что у нас так 123 нет один до 123 123 ничего не меняется батарейка разгоняться не хочет или не хотит то же самое 123 так ну а эту мы поставим на вот 3 9 ампера разгон и 15 8 вольт так отключаем и поставлю я ее оставлю эту батарейку я оставлю на буфере для того чтобы подрастворить нам немножко сурфатюшки сурфатюшки как их называют блять забыл сурфатюшки сюда двигаем и подключаем одно из заветных китайских устройств и оставим ее на ночь вот он здесь у нас спрятался включаем моментально перешел в буфер моментально свойство перешло в буфер они не перешло блять он чё не работает у нас короче под конец рабочего дня перепутал выключатели вот так это будет выглядеть сейчас он моментально добежит окончании фу все оставляем на буфере мы переодеваем ванду реки до дома ну что наши пациенты наш волк наша волто стояла всю ночь в темноте в тесноте но не в обиде давайте наверно первым делом замерим параметры которые она покажет по тестеру так у нас на 500 ампер обычная как бы надо было начать с плотности ну ладно начнем с параметров так 61 процент 392 амперечка 1283 нрц 1704 но вот для этого типа батареи нрц в принципе практически говорит практически о том что у нас стратификация удалена и плотность должна быть в принципе в норме да мы видим 127 почти нет 126 с половиной да здесь такая же ситуевина поэтому поэтому мы продолжим продолжим работу с этой батарейкой так и желательно плюс минус на минус 5 12 8 подключаем на тех же параметрах 13 вольт не 13 ампера выставим 3 ампера и посмотрим до какого напряжения долетит на пяти процентах наша вольта так но давайте сразу перебежим любому нашему пациенту не посмотрим его и эту батарейку я оставлял на буфере так как она не хотела у нас разгоняться посмотрим что у нас с плотностью но плотность почти они не почти 124 мы видим плотность расти не хочет видимо долго застарелые сульфаты долго и и эксплуатировали в таком состоянии здесь 124 так все банки не вижу смысла мерить продолжаем работать на это где у нас ну что наши после вам пилочки после пятнашки пациенты значит вольтман у нас легко и просто набирает на 3 амперах 16 половиной вольт а в барс на 3 амперах 16 вольт но уже получше чем вчера где-то полчаса мы работаем давайте сделаем подпор до 16 и 2 попробуем разогнать так вот четырьмя амперами 16 один не хочет разгоняться ты посмотри на него поднуть его что ли а нет 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 разгоняется мало чага молодец сейчас я тебя поглажу сливенца по пробкам привет так то здесь сделали небольшой подпор и давайте посмотрим что будет дальше нам сегодня надо с этими батарейками закончить и отправить их в эксплуатацию ну что у нас напряжение упало на три и более точки то есть сейчас уже на четыре точки от начала нашего до заряда и подпор мы делал до трех с половиной ампер как видим 4 с лишним часа уже отработали батарея холодная это что касаемо нашего вольтмана так плотность 127 принципе достаточно работу с этой батарейки мы прекращаем теперь метнемся ко второй батарейки тает твою мать так надо ответить здесь у нас подпор до 5 ампер и напряжение 16 падает упала до 15 и 8 так давайте тоже работу с этой батареи пока прекратим отключаем зарядник и давайте замерим плотность но эта батарейка слегка теплая ну думаю градусов 27 наверно на ней у меня пирометр в руке встроенный нормальный так что и плотность у нас 125 что-то плотность в этой батарейки у нас расти никак не хочет ну что ж будем сделаем от стой пару часиков и с ней продолжим работу на 125 отключаем крокодилы полностью убираем нагрузку с нее что в процесс естественным образом у нас нрц упала без посадки внешних потребителей более двух часов один из пациентов нашего 15 вымпела отстоялся давайте замерим плотность что нам давать стоит то них ренал не дал плотность по-прежнему 123 замер делать всех банок не будем нас не устраивает такая плотность поэтому продолжим на счета заряды очень много времени отнимает пайка восстановления клемм корпусов и поэтому дефицит времени на запись но раз назвался грузим полезу его кошка так были одеты включать подключаем и опять начнем с 3 ампер посмотрим на 3 амперов до скольки в этот раз долетит напряжение окончания заряда и по мере необходимости будем его подпирать и подтягивать на втором нашем пациенте у 15 вымпела мы видим заряд окончен отключаем и давайте замерим плотность вот так вот они и бьются блять вот так вот они и расхерачиваются мы и ориометре мы не шала расстраиваются расстраиваться и вешаться не будем у нас есть термометры секунд сейчас возьмем вот такой ремкомплект который стоит сущей копейки я и беру вот цена 250 тенге сейчас эту кулочку передвинем но вот это штатное место и продолжим наш увлекательнейший ролик очень удачно разбил ариометр вместе с попровком поэтому по полочку нас будет сейчас другое заменил кубу доходит до доводи уменьшены так а что у нас неплотно резиночки сосок прилегает неплотно у нас неплотно сейчас надо будет поменять чуя сосок так ну плотность 1 сколько там блять но мариометрии на каждых поплавках по-разному у нас пишется ну грубо говоря где-то 125 точно сосок у нас тоже вот ну так это у нас зеленая зона начинается с 125 вернее первое заканчивается на 125 до плотности не 25 оставляем батарейку до завтра оставляем батареечку до завтрашнего дня завтра продолжим с ней работать также подцеплю ее сейчас на буфер и пускай батареечка постоит еще и на буфере под раскиснуть хотел сказать суставы блять забыл это слово сульфатики на сурфатюшки на то же самое зарядное вставляем вот он пошел вот он красавчик погнал наших городских ну ладно давай на завтра давай до свидания наш вот мы настоялся всю ночь прошло что 15 16 давайте сделаем корректный замер и пора подводить итоги по отношению к вот ману один из двух пациентов готов к труду и к обороне и давайте глянем что у нас получилось по результату нашей работы ну в принципе будем так говорить результат более чем 62 процента было у нас 30 и пусков пусковой ток 395 они 30 50 прошу прощения 50 болен так на 12 процентов прибавочка сопротивление 699 было 777 и нормальная нрc 1272 ну корректировка не прошла даром батарейка лучшего свои параметры так но теперь переходим плавно перемещаемся к нашему барсу если вот мы не мы плотность проверяли вчера с ней у нас все в порядке барс у нас никак не хочет набрать нет здравствуйте оставьте ну вот наконец добрался я до этого барсика люди за за клиентами клиенты за людьми едут и едут и едут так ну-ка давайте замерим начнем с плотности так плотность у нас в принципе 126 126 после отстоя после буфера так ну что ж придется сделать еще один до заряды до заряд чтобы вывести к нам оптимальную плотность так подключаем наш ломбилок так и нас и 13 половиной все по накатанной все по-прежнему так 3 амперчик а и посмотрим до какого напряжения у нас сегодня дойдет так чем не опять подъехал кто-то до подъехали ну вот как видим друзья с небольшим подпором батарея держит 16 2 вольта вернее не держит набирает 16 2 вольта этого мы предыдущим предыдущих частях не видели буфер и буферный отстой буферный дозаряд сделаем свое дело и час десять уже проработали и в принципе на 3 в начале на 3 амперах батарея до с какого до 16 и 1 вольта теперь делаю небольшой подпор и стараюсь подержать на 16 2 вольт до 16 2 вольт продолжим нашу работу до окончания этого цикла по трем признакам наш поднятие плотности либо прогрев либо выпил нам подскажет включать подключаться к записи вообще нет времени что-то меня завалили полный бокс работой вот привезли вот привезли и сейчас ожидаю еще клиенты должны подъехать с батарейками позвонили так вот так и работаем как-то так друзья на вот получается у нас подпор уже почти до 5 ампер и напряжение начинают потихонечку сдуваться наш барсик никак не хочет реабилитироваться перед хозяином давайте глянем чё там с плотностью вот плотность блять 126 хоть ты тресни почти 127 работу с батареи будем прекращать так давайте глянь нет чуть-чуть она градусов 26 27 наверно нагрелась но на сегодня достаточно и вот теперь ответьте мне пожалуйста родители вот этих автоматических зарядных устройств в импи в 15 150 и там еще какая-то несколько их модификации китайских зарядных устройств ну и как бы вы работали вот с такой вот с такой проблемной батареи каким образом напишите в комментариях расскажите мне пожалуйста я у меня лично тема не хватает я бы не не умотал таким зарядным устройством автоматом чтобы довести батарею до каких-то нормальных ходовых параметров новую батарею со старой сделать невозможно это должно быть какое-то чудо произойти и чудес на свете не бывает приходится работать вот получается уже третьи сутки с этой батарейки мы работаем волто вместе начали вместе с барсом вот уже дембельнулась у нас барс до сих пор мотает ну счетчик наматывает барсетка блять так ну давайте замерим сразу же замерим сделаем некорректный замер тестером и посмотрим друзья некоторые моменты вот при записи упускаю честно по идее надо бы как-то составить график или что последовательность но это для того чтобы ролик был полноценный в моей работе это происходит немножко не так мне достаточно допустим показаний зарядного показаний плотности показаний нрц исходя из этого я как бы подвожу свои итоги и планирую алгоритм работы но а для того чтобы это было более наглядно именно в ролике вот мы делаем вот такие замеры хотя по идее этот замер делать нет смысла я не вижу ну давайте для вас чтобы это было более наглядно давайте сделаем давайте начинай крокодилу ну 70 процентов батарея выдергивает 463 ампера 13 65 нрц на естественные нрц завышенная ну по сути не все сульфаты мы еще разбили повторюсь для тех кто любители писать что сульфатация десульфатация любой заряд любой заряд это у нас десульфатация но самый эффективный и самый лучший на мой взгляд это все-таки статический заряд без всяких драчи его в без всяких ктц просто статический вот упорный заряд доводим батарею до того состояния когда она начинает сопротивляться заряду заряд прекращаем даем батарейки отстояться выровнять эдс вернее чтоб спал эдс за счет поверхностного напряжения работает у нас инертный или инерционный заряд после того как мы сняли аккумулятор заряда либо оставляем ну как в данном случае нам батарейку все равно надо разгонять и поэтому мы поддадим немного допинга немного как тонизирующий то напиток как и гулять блин с башки вылетелась молодежь так хочет его блять направо и налево с кофеином таблет ну вот типа такого напитка у нас будет у нас будет буферный до заряд так сейчас подключу и оставлю ее до утра время уже пол шестого 35 6 пора переодевать тапочки и настраивать свой автомобиль в сторону дома ну что наш барс прекрасно переночевал в паре с китайцем на буфере вернее китайцы давайте-ка начнем в замеру плотности что у нас по плотности так ну плотность по-прежнему не хочет расти 1.26 1.26 а нет 1.27 уверенных почти 1.28 мы видим так ну давайте все банки проверим различие в точку в принципе при его нормы до 1.27 1.27 1.27 1.26 1.26 а нет 1.27 есть 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.27 1.28 1.27 1.27 2.27 2.27 2.27 3.27 1.27 1.27 2.27 сульфаты которые в процессе эксплуатации будем надеяться у нас также отойдут батарейка 19 года за четыре года батарейки батарейку толком не обслуживали и в принципе ожидать от нее каких-то подвигов нам не стоит давайте сделаем некорректный замер тестером дадим сейчас батарейки пару часиков отстояться сделаем еще замер тестером и будем подводить итоги так 550 ампер так видим 75 процентов посоху 477 ампер пусковой ток nrc 1340 и сопротивление 579 было 45 у нас на на въезде на входе и плотность 123 иногда друзья нужно вовремя остановиться чтобы не задушить параметры которые удалось вытащить в принципе эта батарея должна работать она будет крутить нормально при определенных обстоятельствах при определенной при определенных условиях будем так говорить в принципе на для полторашнего двигателя уверенный запуск до минус 25 будет обеспечен но с учетом того чтобы батарея все-таки она потеряла в емкости за четыре года первый день уверенный запуск второй день не совсем уверенный запуск на третий день если третий день будет минус 25 у нас желательно эту батарейку будет занести домой в дом дать ей отогреться и она также уверенно крутнет после отогрева если же ее домой не занести на третий день эта батарея может уже создать какие-то проблемы владельцу так ну что давайте пару часиков дадим отстояться и будем подводить итоги по принципе ролик-то планировался по работе с выпивом 15 поэтому давайте дадим оценку выпил и подведем хотел сказать черную линию блять подведем просто линию и и сделаем небольшое резюме по этим зарядным устройством ну что наш бар состоялся 4 часа 4 с копейками даже давайте еще раз замерим плотность замерим параметры и будем делать уже какие подводить какие-то выводы так это у нас 6 баночка 127 127 127 127 127 так но здесь да тоже 127 126 нет 127 рассказать не 26 половины и первая баночка у нас 12126 126 первая баночка отстает на одну точку но работать с этой батареей больше мы не будем про и честь знать знать честь и меру чтобы нам не перезарядить давайте сделаем замер и будем подводить итог что я блять концу дня под начинаю пиздоболить одно и то же так 550 76 процентов посоху 480 амперчиков пусковой 1292 нрц 575 сопротивление так батарейка у нас девятнадцатого года для девятнадцатого года отличный результат ну что к чему вот этот длинный ролик вот это вся тягомотина это к тому что опять же очень много рекламных роликов по интернету шляется о восхищении вот такими зарядными устройствами и и перный театр сейчас отвечу о восхищении вот этими зарядными устройствами но на что они способны вы все наглядно убедились и увидели кстати вот эту тангушку я отремонтировал выбивать его ломается не первый раз хотя использую их очень редко и случаях крайней необходимости без работы с вымпелом с 50 на 57 выпили вся та потеря времени которая была на вымпеле 15 она не имеет никакого значения так как ну на предзаряд они готовы способны на перед заряд и на основной заряд это мы проверили с помощью китайца то есть батарейка неплохо приняла заряд хорошо абсорбировалась но не более того плотность как стояла внизу так она там и осталась поэтому ну делать выводы вам как говорится но вторым устройством таким бюджетным вариантом 57 вымпел ну это устройство имеет право быть но по крайней мере даже новые батареи у меня не получалось им вывести плотность вытащить на номинальные параметры по ролику можете законспектировать снятие параметров снятия плотности и подвести какой-то итог результат все это наглядно все это видно и как бы в прямом эфире ну что друзья на этом ролик наш опять затяжной будем заканчивать всего доброго всего хорошего всем удачи здоровья берегите свои батарейки всем пока